В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Храм у всех святых четверть века. Как возрождалось православие в нашем городе. Когда работа в радость, 6 февраля – Международный день бармена. Всесезонный спорт в нашем городе стартовал зимний чемпионат по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Вспомнить, как все начиналось и осознать, какой нелегкий путь прошли те, кто никогда не переставал верить. Православные жители нашего города отметили 25-летие со дня освящения Храма всех святых. На протяжении всего вечера гости пересматривали фотографии ушедших лет и делились интересными историями из жизни прихода. В 1947 году наш город окружили колючей проволокой, занесли в периметры протяженностью 56 километров и взяли под охрану. И по словам тех, кто застал это время, здесь главенствовала идеология атеизма. Поначалу горожане тайно собирались в молельных домах. И лишь спустя 40 лет нашлась активная группа, которая решила вновь организовать в Сарове православную приходскую общину. Это было событие совершенно изрядно уходящее, потому что в то время было совершенно другое, другая политическая система, другая идеологическая система. Не было ни храма. И честно говоря, вот сейчас, вглядываясь в то, что произошло тогда, среди тех, кто пошел на такой эпохальный шаг истинно воцерковленных людей, было вообще единицы. По словам прихожан, никто вокруг не верил, что в Сарове действительно появится приход. Да и сами участники не были уверены, что им удастся это сделать. Но это произошло. Первое собрание православной общины состоялось в 90-м году. В 92-м – первое богослужение в городе. А 6 февраля 93-го года осветили первый в Сарове возрожденный храм во имя всех святых. Эту дату и отмечают те, кто собрался в библиотеке. Храм – это не только, грубо говоря, церковь, не только строение, не только сооружение. Это, прежде всего, приход прихожане, люди. И поэтому я горжусь тем, что мне в жизни повезло именно встретиться с такими смелыми людьми. Православной общине Сарова 25 лет. Но на самом деле ее история началась гораздо раньше. Более подробно узнать о том, как возрождалась духовная жизнь в нашем городе, можно на сайте православный Саров. Криптовалюта ворвалась в нашу жизнь с поистине космической скоростью. Еще год назад примерно о цифровых активах знал в целом лишь узкий круг профессионалов. Сегодня же понятие биткоин знакомо практически каждому. Многие с интересом наблюдают за тем, как растет и опускается курс этой криптовалюты. Но не все до конца понимают, что же это такое. Биткоин – это самая первая в мире децентрализованная цифровая криптовалюта, созданная и работающая только в сети интернет. По своей сути, она ничем не отличается от тех ранее созданных электронных валют и платежных систем и выполняет те же самые функции. Криптовалюты или подобные валюты, они точно так же могут храниться на счетах у клиентов, у людей, которые расплачиваться точно так же могут. И в каких-то магазинах, и в интернет-магазинах оплачивать услуги, товары. Но у криптовалюты есть свои особенности. Вся транзакция записывается в базу данных, которая называется блокчейн. Традиционные базы данных, в которых мы привыкли хранить информацию, довольно уязвимы. К ним можно подобрать пароль, взломать или вывести из строя сервер. И все это приведет к серьезным информационным и финансовым потерям. Блокчейн взломать гораздо сложнее, так как информация хранится у всех участников сети одновременно. Вычисление или получение очередной порции биткоинов или каких-то других элементов, криптовалюты, это процесс не централизованный. Мы не можем однозначно определить, где был получен очередной биткоин. Это первый момент. Второй момент. Нет никакой информации о том, кому этот биткоин принадлежит. То есть ни фамилий, ни адресов, ни имен. Цена цифровой монеты биткоин регулируется исключительно рыночным спросом и предложением. То есть тем, какую ценность вкладывают в нее сами люди. Этим и объясняются резкие скачки курса. Эта валюта не печатается центральным банком и не работает по его правилам. И если банки могут выпустить сколько угодно денег, чтобы покрыть государственный долг, то биткоин называют цифровым золотом и не без оснований. Алгоритм вычисления вот этих, скажем, цепочки, вот этих блоков, которые составляют цепочку блоков, да, и составляют, по сути, валюту биткоин, да, и подобные валюты. Этот набор, он очень ограничен. Вернее, не очень ограничен, он просто ограничен. То есть мы не можем бесконечно генерировать биткоины. Максимальное количество биткоинов, которые мы можем получить – 21 миллион. Но даже получение одного – это нелегкий труд. И чем дальше идет этот процесс добычи, тем сложнее становится вычислять эту криптовалюту. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Росатом подключился к созданию онкологического кластера в Нижегородской области. Об этом сообщает Пресс-служба регионального правительства со ссылкой на вриу губернатора Глеба Никитина. По его словам, создание кластера – это проект федерального масштаба. Он будет включать в себя Центр ядерно-лучевой медицины и станет важнейшим шагом в борьбе с раком не только в регионе, но и во всей стране. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В четверг, 8 февраля, в администрации пройдут общественные обсуждения по вопросу изменения схемы движения городских автобусов. Начало в 17.30. На суд горожан представят два варианта того, как можно оптимизировать пассажирские перевозки в Сарове. Приближенные к существующей схеме и оптимизированные. В нем меньше маршрутов, но за счет этого сокращается интервал между рейсами. Организаторы проекта «Десять песен атомных городов» опубликовали очередной клип. На этот раз музыканты исполнили песню композитора Светланы Бахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть». По традиции, в записи клипа приняли участие музыканты из всех закрытых городов атомной промышленности. Саров представлял преподаватель детской школы искусств номер 2 Сергей Бельдюгин. Полную версию клипа можно посмотреть на сайте YouTube. 17 и 18 февраля в спорткомплексе «Юниор» пройдет открытое перевозство города по художественной гимнастике. Начало в 11 часов. В соревнованиях примут участие юные гимнастки нашего города и городов Нижегородской области. Эти люди знают состав любого коктейля, а своими авторскими рецептами могут удивить даже самого искушенного посетителя. 6 февраля во всем мире свой профессиональный праздник отмечают бармены. Эта простая на первый взгляд работа на самом деле требует большой дисциплины и творческой жилки. Наша съемочная группа выяснила, какие знания и навыки необходимы настоящему бармену и как проходит его рабочий день. Впервые за барную стойку Александр, как и многие, встал в студенческие годы. Днем учебы, вечером подработка в клубе родного города. Тогда рядом оказались опытные бармены, которые быстро всему обучили и поделились своим опытом. И так неожиданно за барной стойкой пролетели 8 лет. Полное общение с интересными людьми, новых вкусов и творческих экспериментов. Просто стоять и отдавать коктейли – это не наша работа. Наша работа – обучение. Это поездки в другие города, это общение с другими барменами, это конкурсы барменов, если есть возможность. Семинаров сейчас огромное количество. Проводят и иностранцы, и русские. И это захватывает. Если ты живешь этим, это очень сильно захватывает. Это очень интересно. Рабочий день Александра только начинается. Перед тем, как ресторан наполнится посетителями, нужно все тщательно подготовить. Барная стойка первая, на что обращает внимание гость в любом заведении. Поэтому здесь все должно блестеть и находиться на своих местах. А главное – самые необходимые ингредиенты всегда под рукой. Каждый бармен выбирает определенные направления вкуса. Кто-то более сладкий, кто-то более кислый, кто-то больше такие грубые напитки выбирает. Все равно у кого-то есть любимые больше коктейля. Огромное количество рецептов коктейлей на любой вкус. Секреты приготовления бодрящего кофе и тонизирующего зеленого чая. В работе бармена есть своя изюминка и простор для творчества. Но даже авторские рецепты требуют знания теории. Много направлений. Классика – это коктейли, которые придуманы уже издавна. В технологии их меняется очень незначительное количество. В идеале не менять ничего. Миксология – это уже придумывание что-то новых, потому что прогресс не стоит на месте. Мы развиваемся также со всем миром. Новые напитки, новые продукты. Хоть с тем учетом, что я участвовал на конкурсах именно в миксологии, но все-таки классика, она более интересная. И более свежие коктейли, такие необычные. Искусство владения шейкером только набирает популярность в нашей стране. Те, кто хотят развиваться в своей профессии, постоянно посещают мастер-классы иностранных мастеров коктейлей. А главный залог профессионального роста бармена – постоянное участие в конкурсах. Редакция нашего канала поздравляет всех причастных к этому празднику и желает творческих побед, новых вкусов и оригинальных рецептов. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24». 15 февраля по всей стране пройдет отборочный тур чемпионата России по чтению вслух под названием «Открой рот». Этот необычный и интеллектуальный вид состязаний появился в 2011 году и с каждым годом привлекает все больше участников со всех регионов России. Вот уже третий год активное участие в чтении вслух принимают и саровчане. Чтение тоже может быть спортом. Когда участники с книгой в руках соревнуются в мастерстве выразительно читать неподготовленные заранее отрывки, они испытывают азарт не меньше, чем, скажем, теннисисты или хоккеисты. Что такое наш чемпионат? Это смесь веселого хулиганства из хорошей литературы. И это возможность познакомиться с этой хорошей литературой. Кстати, жюри оценивает участников тоже по-спортивному. Выставляет две оценки – за технику и за артистизм. По правилам, за одну минуту участнику необходимо грамотно и выразительно прочитать отрывок из книги. В первом и втором раунде это может быть текст художественной или научной литературы. Заключительный будет посвящен поэзии. В этом году, ну, открою тайну, собственно, подготовиться к этому сложно, потому что неизвестно, какой стих в тебя попадет. В этом году 85 лет Андрею Вознесенскому. Будем читать его. Чичикам нужно задуматься. Рифмы там, конечно, идиомы такие, что ого-го. Принять участие в соревновании может любой желающий старше 18 лет. Чемпионат пройдет 15 февраля в 18.30 по адресу улица Московская, дом 3. Елена Грицкова, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Современная молодежь выбирает здоровый образ жизни. Ежегодно Центр внешкольной работы проводит фестиваль «Мы выбираем спорт». И с каждым разом участников становится все больше. В этом году фестиваль открылся чемпионатом по настольному теннису среди любителей. Настольный теннис, мини-футбол, силовые состязания. Уже сегодня все желающие могут принять участие в любом из этих видов спорта. В клубе здоровья стартовал традиционный фестиваль «Мы выбираем спорт». Открылся праздник с турнира по настольному теннису, в котором приняло участие более 30 юных саровчан. Здоровый образ жизни никогда не был лишним для ребят, подростков. Поэтому мы стараемся, чтобы наши дети выросли крепкими, здоровыми, сильными, выносливыми и показывали свои хорошие результаты на соревнованиях. Ребята пришли сюда не просто поиграть и провести с пользой свободное время, а для одних главная цель – освоить новый вид спорта. Для других – отработать уже известные приемы. Егору Минкину всего 11 лет, но он уже уверенно заявляет, что свяжет свою жизнь с теннисом. Главный вид спорта, в котором я хочу добиться хорошего результата. Он развивает реакцию, силу, силу, и тут надо очень хорошо мышлить и понимать. Фестиваль «Мы выбираем спорт» направлен на поддержку здорового образа жизни. Помимо тенниса, ребятам предстоит принять участие в турнире по мини-футболу, а также в первенстве по становой тяге. Финальной точкой фестиваля станет конкурс рисунков и фотографий «Мы – спортивная семья». Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». На стадионе «Икар» стартовал зимний чемпионат города по футболу. За победу будут бороться 11 команд, представителей различных организаций и предприятий. Во втором туре прошло пять матчей. Как сыграли команды «Саров-Инвест» и «Консар», расскажем в следующем репортаже. В первой игре второго тура зимнего чемпионата на поле вышли команды «Консар» и «Саров-Инвест». Динамичные и яркие атаки и комбинации одних сменялись ответными ударами и контратаками других. На перерыв игроки ушли со счетом 1-2 в пользу «Саров-Инвеста». Во втором тайме зрители увидели еще три атаки, которые завершились ударами в створ ворот. Итог 2-4 в пользу команды «Саров-Инвест». В том году мы играли 6 плюс 1, в этом году играем 7 плюс 1. И изменилась у нас длина и ширина площадки. Больше пространства, больше места для какого-то маневра. Погодные условия неизбежно накладывают отпечаток на специфику чемпионата. Он проходит значительно быстрее летнего. Таймы сокращаются практически в два раза. Но это никак не влияет на характер игры, эмоции и количество острых моментов на поле. Мяч специфичный, специальный, зимний, чтобы было другое сцепление, для снега. В принципе, у нас газон, можно играть и летним мячом. Еще одно новшество зимнего чемпионата этого года не может не порадовать тех, кто всей душой переживает за развитие детско-юношеского футбола в нашей стране. Озадачившись вопросом преемственности поколений и передачи опыта, спортсмены начали принимать в свои ряды воспитанников спортивной школы. В этом году три команды, в которых играют школьники. То, что у нас есть, это надо просто развивать и приумножать. А без развития детско-юношеского спорта у нас ничего абсолютно не выйдет. Третий тур зимнего чемпионата пройдет 10 февраля на стадионе Икар. Начало игр в 11 часов. Дарится Порыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.